Всем привет! Работы на участке уже движутся к финальному завершению и пора подвести итоги года. Сегодня я хочу рассказать вам о тех культурах, которые порадовали меня урожаем, а также о тех удобрениях, которые мне помогли вырастить богатый урожай. Этот год был крайне сложным для выращивания многих культур. Весной у нас были сильные заморозки, затем три месяца у нас не было дождей, была сильная засуха и жара, а осенью опять дожди, холода и заморозки. Но, тем не менее, урожай в этом году был отличным. Конечно же, понадобилось приложить много сил, много работать, чтобы вырастить хороший урожай. Как видите, передо мной лежат различные овощи, а также стоят удобрения. И вот благодаря именно этим удобрениям Organic Mix у меня получились отличные урожаи. И сейчас я более подробно расскажу, какие удобрения я применял, какие сорта овощных культур я высаживал и какие результаты у меня получились. Многие зрители пишут, что удобрения Organic Mix достаточно дорого стоят, и их тяжело приобретать рядовому дачнику. Но хочу сказать так. Organic Mix делает просто грандиозное предложение по приобретению их товаров. Делает огромные скидки от 40 до 70% на удобрения и на различные средства защиты растений. Черная пятница началась 10 ноября и продлится по 17 ноября. Поэтому поспешите приобрести качественное натуральное удобрение по отличной цене. Сейчас немного про сорта овощей и про удобрения. Значит, первое удобрение, которое мне больше всего, в принципе, нравится в Organic Mix, хотя все мне удобрения нравятся, но вот от этого удобрения я просто в восторге. Сейчас его покажу. Смотрите. Это удобрение универсальное. Удобрение просто супер. Подходит для внесения в посадочные лунки, под перекопку грядок, практически под все овощные культуры. Особенно мне понравился результат от применения при посадке капусты. И вот смотрите, какая у меня капустка выросла на этом удобрении. Вот кочан, и он весит где-то килограмм 6-7. Между прочим, это сорт Мегатон называется. Вот такие огроменные кочаны у меня повырастали. Качаны хрустящие, сочные, для квашения подходит, для хранения подходит. Поэтому, кто еще не знает, какой сорт капусты посадить, вот рекомендую этот сорт. А если будете применять удобрение универсальное от Organic Mix, результат просто ошеломительный будет. Просто вот загляденье. В этом году, кстати, у меня была небольшая проблема с капустой. В августе месяце, когда уже сформировались кочаны, шел их активный рост, появились вредители, гусеницы. Так как кочаны уже сформировались, конечно, химическими препаратами я пользоваться никак не мог. Потому что вся эта химия могла попасть в урожай. Зачем мне есть химию? И я решил воспользоваться, кстати, вот препаратом таким, BioHunter, опять же, от Organic Mix. Он на экстрактах специальных трав основан и обработал свою капустку. И, кстати, был приятно удивлен, что никаких вредителей не было. Все эти гусеницы погибли. Все, капуста была чистой, замечательной. Больше никаких обработок не делал. Одну обработку в августе вот BioHunter я провел. И все, и капуста классная. И, кстати, еще на розах. Также я успел испробовать. Обычно у меня на розах тляпа является в конце мая, когда идет активный прирост. Но во второй половине лета, после обрезки, появились опять новые побеги. И опять напало тляпа, потому что у нас стояла жара. И опять вот этим препаратом я обработал розы. И они были абсолютно чистые. Тля ушла. Поэтому, опять же, рекомендую, кто хочет выращивать здоровый урожай, не применять химию себе в саду и в огороде, BioHunter. Классный препарат. Значит, что еще меня порадовало в этом году? Вы все знаете, что у меня есть две теплицы. Я выращиваю огромное количество сортов томатов. Каждый год я стараюсь высаживать различные новинки. И этот год не исключение. И, как всегда, были свои любимчики, но были и промахи. Например, в этом году мне больше всего понравились сорта золота клочака. Просто потрясающие томаты, придолговатые формы. Желтые, мясистые, сладкие, урожайные. Чудо, а не сорт. Значит, что еще понравилось? Понравился сорт Сержант Пеппер. Сердцевидные томаты, сладкие, ароматные. Хотя многие огородники говорят, что у них довольно этот сорт пресный. Пресные плоды какие-то не сильно сладкие. Но у меня они были очень сладкими и ароматными. И, кстати, томаты я выращивал по-разному. Половину теплицы, кстати, есть ролик весной, я рассказывал. Половину теплицы я заправил по-обычному. Внес там компост, минеральные удобрения. А половину теплицы, где росли томаты, я выращивал с помощью набора вот такого для выращивания томатов от Organic Mix. И результат был просто потрясающим. Почему мне так понравился этот набор? В этом наборе есть удобрение «Ленивый азот». В следующем году я посажу все свои томаты, пользуясь вот этим набором. Чем же мне так понравилось удобрение «Ленивый азот»? «Ленивый азот» – это удобрение на основе овечьей шерсти. Это пролонгированное удобрение. В лунку вносится небольшое количество, мерная ложечка всего лишь. И томаты полноценно развиваются, растут очень быстро, начинают рано зацветать. И затем, пользуясь удобрениями остальными, они приобретают хороший вкус. Очень сладкие, ароматные получаются. Так вот, про «Ленивый азот». «Ленивый азот» медленно поглощается растением и не приводит к жированию томатов. У меня в этом году не было проблем с жированием томатов. А вторая теплица, где я по классическому способу высаживал томаты, вносил много компоста, потом еще бродиловкой из травы пролил, там началось жирование. А с «Ленивым азотом» никакого жирования не было. Томаты развивались полноценно. Поэтому в следующем году рекомендую, кто еще не пользовался этим удобрением, также возьмите себе на вооружение. Но также были промахи по томатам. Например, я купил томат «Миллион черри». И там была заявлена какая-то невероятная урожайность. Гроздьями небольшие красненькие плоды висят, черри. Прям такой расписан сорт, прям сказка какая-то. Но на самом деле этой заявленной урожайности не было. Томатов, плодов было не слишком много. Огромные какие-то листья. И томаты по вкусу были так себе. Не сказать, что бы кислые, но и не сказать, что супер сладкие. Поэтому в следующем году этот сорт «Миллион черри» я высевать не буду. Мне он не понравился. Конечно же, рассказывая про удобрения из линейки «Органик Микс», не могу не упомянуть удобрения осенние. Вот у меня такая огромная упаковка этого удобрения. Уже затарился я к новому сезону. Это удобрение мне очень понравилось. В прошлом году осенью я заправлял грядки этим удобрением для посадки чеснока, азимова и лука. И урожай у меня был просто потрясающим. Кто смотрел мои ролики, наверняка видели, какой огромный лук и чеснок в этом году вырос. Сейчас я даже чесночок вам покажу. Несколько луковиц выберу. Смотрите, какие крупные луковицы чеснока. Кстати, вот этот сорт называется «Московский». Из всех сортов чеснока, а у меня их, по-моему, 7, либо 8, уже даже сам не помню. Вот этот сорт вырос самым крупным. Хорошие, плотные луковицы чеснока, здоровые. И все, я так понимаю, что благодаря осеннему набору. Все-таки удобрение реально качественное, работает оно. Значит, что касается чеснока, а лук сейчас тоже покажу. Смотрите, какой у меня лучок. Вот какие прекрасные луковицы у меня выросли. Это тоже лук, который высаживал в прошлом году на зиму. И это еще не самая крупная луковица. Самые крупные я уже в город перевез, а эти пока что на даче. Мне кажется, это достойный результат, который можно получить с помощью натуральных удобрений. Поэтому смело можете это удобрение в свои списочек записать с покупок. Советую. А это еще одно удобрение из линейки Organic Mix. Называется «Морской коктейль». Есть вот такой жидкий морской коктейль, есть еще в сухом виде. Мне жидкий больше нравится, потому что эффект более быстрый. Очень начинает быстро действовать это удобрение. Положительно влияет на рост растений. Ускоряет просто мгновенно рост любых растений. Растут, например, те же перцы и томаты просто на глазах. Значит, чем мне это удобрение понравилось? Я подкармливал перцы в этом году. Вначале я подкормил весной морским коктейлем. И перцы у меня очень быстро тронулись в рост. Потому что была еще холодная почва. Какие-то перепады температур были значительные. И чтобы быстрее мои перчики окрепли, быстрее тронулись в рост, я подкармливал морским коктейлем. Но я воспользовался морским коктейлем еще и во второй половине лета. Потому что после уборки лука и чеснока у меня на огороде освободились грядки. И чтобы получить еще один урожай, я их засеял быстрорастущими культурами. Посеял пекинскую капусту прямо в открытый грунт безрассадным способом. Посеял шпинат, посеял укроп, различную зелень. И к осени у меня получился очень отличный урожай. И все это я проливал морским коктейлем, чтобы ускорить рост и развитие. Чтобы урожай успел сформироваться до наступления холодов. Поэтому обязательно на следующий год я беру себе морской коктейль и побольше. Год назад я вам показывал, как я подкармливаю абрикосы и персики теплолюбивой культуры на зиму. Я использую специальный стимулятор морозостойкости антизима. Те абрикосы, которые я проливал раствором антизимы, они благополучно пережили прошлую зиму. Не было никаких морозобоин, никаких повреждений. Красивые стоят деревья. А те растения, которые я не пролил антизимой, с морозобойными. Морозобойны, камеди течения и как следствие усыхание многих ветвей. Поэтому опять же в этом году я буду проливать полностью весь сад антизимой. Буду проливать и яблони, и груши. И опять же те же абрикосы и виноград с целью повышения их зимостойкости. Классный препарат. Вот осталась только маленькая баночка. Были у меня большие банки, но все, как я и говорю, уже израсходовал. Поэтому поспешите. Кто еще... У кого позволяет еще температура, у кого почва не замерзла, воспользуйтесь вот этим стимулятором морозостойкости. На самом деле очень-очень эффективен этот препарат. Все удобрения, про которые рассказываю, они приготовлены из натуральных природных компонентов. Здесь нет абсолютно никакой химии. И благодаря этим удобрениям, благодаря препаратам различным, стимуляторам роста, различным препаратам от вредителей, вы можете выращивать экологически чистые, здоровые урожаи. Ведь это очень важно в нашу эпоху, когда в магазинах продукты напичканы различной химией. Тем более, что сейчас черная пятница и действуют грандиозные скидки от 40 до 70% на широкую линейку товаров Organic Mix. Поспешите их приобрести. Тем более, что сейчас санкции. Многие товары становятся недоступными и многие, опять же, производители закупают продукцию, закупают какие-то необходимые компоненты из-за границы. Цена растет постоянно, постоянно все дорожает. Сейчас, именно осенью, есть уникальная возможность приобрести многие товары по действительно доступным ценам. Не забудьте составить список необходимых удобрений для сада-огорода, средств защиты и воспользоваться черной пятницей, чтобы сэкономить деньги на следующий сезон. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!